Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface! На Медне вышло тут видео от наших разработчиков, где они в очередной раз отвечали на вопросы. Видео не сказать, что очень много набрало на этот раз просмотров, но под этим видео есть ссылка на опрос. И под этим видео, под своим, я тоже эту ссылку на опрос в ВКонтакте оставил. Дело в том, что некоторые пользователи спрашивали наших разрабов, а не хотите ли вывести турнирный регламент на РМ? Ну а наши разработчики как бы так поверхностно подумали, а чё нет, вон просят, давай опрос устроим. Проблема тут в том, что наши разработчики в последнее время очень сильно учитывают мнение опросов и своей статистики. Ну вот вопрос, 16 тысяч просмотров на видео. И как мы понимаем, сейчас среди молодёжи, не всей, но некоторой её части, пошла мода на чекать eSports. И конечно же эти люди проявляют достаточно большую активность под видео, в группах ВКонтакте, они там в этих всех пабликах, eSports, Warface лазают. Я туда, кстати, почти вообще не захожу. И тем не менее, вот, являются ли они большинством этой игры? Не являются. Они однозначно и не являются большей частью этих игроков. Но поскольку они как раз являются, так сказать, активной частью, которая всё это смотрит, чекает, то я подозреваю, что большинство проголосовавших там, это именно они. Наши разработчики как всегда будут доверять статистике, и я подозреваю, введут новые правила на RM Warface. Правила эти почти копия, точнее полная копия тех правил, которые сегодня применяются на киберспортивных турнирах. Что нам надо прежде всего и самое главное знать? Конечно же, что нам запретят? Смотрите, пожалуйста. Никаких тебе золотых пушек. Сколько ты на них денег потратил и выбил ли ты обычную версию, никого не интересует. Запрещено. Тег 9, до свидания, в принципе, это пофигу. Никаких больше СВ-98, Макмилланов, Штайр Скаутов, болтовки с высоким темпом стрельбы запрещены. Киллтек запрещен, Сик МПХ запрещен, броня Блэквуд тоже запрещена, поздравляю. Короче, запрещено, ребят, всё то, что запрещено на турнирах. И разрешено всё то, что разрешено там. Вопрос, хорошо ли это? Признаюсь, как игроку, мне это в целом нравится. Но если честно, положа руку на сердце, мало ли какое у меня мнение. Существует две проблемы. Проблема первая. Это надо было делать раньше или позже, когда пройдёт, скажем так, период эпоха нынешнего доната и нынешнего баланса на РМ. Проблема вторая. Очень многие люди, я думаю, на самом деле, даже большинство, если они посмотрят это видео, большая часть комьюнити ворфейса, они будут против. Серьёзно. Они не такие активные, они не смотрят все конкурсы. Это обычные люди, которые приходят после работы и учёбы и играют в ворфейс. Их мало интересуют видосы на основном канале ворфейс. Их не интересует даже большинство из них видосы на моём канале. Они играют, они не смотрят, они не читают, они именно играют в игру. Я вот боюсь, что им это изменение совершенно не понравится. Это те самые кормильцы игры, которые приходят вечером с завода домой, чтобы поиграть, и закидывают ежемесячно неплохие суммы. В игру эту самую. Выкручивают донат. Есть такие, кто выкручивает практически каждый донат. Есть те, кто выкручивает тот донат, который им понравился, а порой только золотую версию хотят именно. Это те самые люди, которые скупали на торговой площадке сеты Blackwood. Это те самые люди, которые рвали жопу на компендиумах, чтобы получить киллтеки, теки, сигмпы икс, опять же броню. Это те самые люди, которые ради внешности горгона жопу рвали. И теперь они смогут это использовать где угодно, но только не на РМ. То есть на том самом режиме, в который большинство из них преимущественно только играет. Хорошо ли это? Думаю, нифига подобного. Такой регламент надо было вводить, когда у нас был такой продюсер проекта, как Михаил Воробьев. Мишан тогда очень хорошо поработал над балансом, ввел балансные пушки типа ACR CQB или CX-12. Ну я думаю, под эту дудочку, собственно говоря, он и ушел очень быстро. Но вот тогда реально был смысл вводить такой регламент. Имбовый донат остался тогда в прошлом, типа USAS, SID, понимаете, да, там. И был новый донат, новый баланс, нормальный, он был примерно тот же, те же пушки были в топе, что и на турнирах. Тогда это можно было делать, это может быть можно сделать в будущем. Но сейчас, дорогие разработчики, когда вы наводили кучу имб, и люди понимают, что без них играть это жопа боль, особенно там ближе к первой лиге. Они эти имбы навыбивали, золото навыбивали, с этой Блэквуд скупили. Гаргоны все эти и прошлые компендиумы Блэквуды задротили. И теперь вы говорите, до свидули, все, счастливенько. Выбивайте сеты, покупайте абсолюты, всякие, то, что там разрешено, то, что можно использовать, синдикаты. Выбивайте донат, который был совсем недавно на вторых ролях, и играйте по новым правилам. Ну и, конечно же, откажитесь от всех скинов, будь то бабоскины или любые другие. Как игроку мне это нравится. Но, как человеку, который, скажем так, работает 6 лет с этой игрой, и я наблюдаю, от чего люди в восторге, что мне пишут в комментариях, от чего они не в восторге, и к чему это в итоге приводит, Я могу сказать, что введение именно сейчас, в этот исторический период, таких правил, это действие, которое может вообще забить гвоздь в крышку гроба нашей игры. Без шуток. Мало того, что на выходили конкуренты, пусть и относительные, но тем не менее. В Warface онлайн сейчас до 60 тысяч лет, там не всегда пик поднимается. Так вы решили еще и гайки дополнительно затянуть. Я вам уже сто раз говорил, разработчики, поймите, это не Valorant и не Counter-Strike, и ему не нужно быть этой игрой. Warface это та же игра из того же разряда, что Battlefield или Call of Duty. Это прежде всего фановая игра для народа. Достаточно казуальная, простая в освоении, с массой режимов, где акцент изначально делался на том, чтобы игрок просто приходил и играл. Не на киберспорте, не на каких-то челленджах. Люди приходили, потому что здесь более-менее интересное ПВЕ было, а не анальные спецоперации. Люди приходили и играли обычные паблики. А сейчас паблики вымерли, и кроме как чекать диспорт и брать первую лигу, в этой игре больше делать, если честно, абсолютно нечего. Дошло до того, что я порой днем или вечером ищу, уже надоел приград, ищу пагоду. И даже в пагоде может быть такая ситуация, я захожу в комнату, и мы весь матч играем, нас 13 человек в комнате. 12, 13, 14. На альфа, даже 16, даже полная комната может на пагоде не набиваться. В ахуе просто! Разработчики, я конечно понимаю, что можно доверять статистике, но честно, я думаю, не в этом случае. А вам, дорогие игроки, я хочу сказать следующее. Если не сложно, пройдите в этот опрос и проголосуйте. Сразу скажу, не надо голосовать против. Голосуйте так, как вы считаете. Как вот вы хотите видеть игру. Если вам нравится турнирный регламент, вы готовы от всего своего донота отказаться, вот от этого всего, и играть именно по турнирным правилам, пожалуйста, голосуйте за. Если вы не готовы, как бы, к этому, то голосуйте против. Я думаю, это самое разумное, что можно сделать. Это высказать свое мнение. Оно может быть положительным, может быть отрицательным. Но главное, чтобы вы его высказали. Чтобы этот опрос не остался там, в маленьком комьюнити, которая постоянно чекает eSports и новости. Понимаете, да? Тогда наши разработчики увидят реальное положение дел. Все-таки большинство игроков за или против. И тогда уже можно будет делать действительно какие-то выводы. Так или иначе, если данное видео вам понравилось, я надеюсь, что это видео действительно приведет к какой-то нормальной статистике. Пусть оно будет положительной, я не против. Но чтобы потом не получилось так, что вроде как у них там все запроголосовали, они обнову ввели, бац, минус 10 тысяч онлайна. У людей пригорело. Главное, чтобы так не было. Если данное видео вам понравилось все-таки, то ставьте лайки, пожелания, как хотите. Яйти чешите. Это обязательно. Без этого просто никуда. Яйцо почесал, и на РМ будет так, ребят. Ну вот, как большинство из вас реально хочет. Вступайте в нашу армию, нагибайте все. И мы увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok